Итак, технологии нашего времени – спортивные объекты. И я приглашаю нашего первого эксперта, инженера отдела ProAway Broadcast компании Panasonic, Александра Железнякова. Александр, прошу вас. Добрый день, Александр. Здравствуйте, здравствуйте. Функциональные задачи на спортивных объектах. В прошлый раз мы обсуждали с вами универсальный зал. Я подозреваю, что в спортивных объектах съемка видеокамеры имеют целый ряд специфических задач и функций. Давайте начнем с основного функционала, который выполняют видеокамеры на спортивных объектах. Прошу. Как не сложно догадаться, камеры должны что-то снимать. В зависимости от того вида спорта и того объекта, который вы планируете оснастить, камера вам мог понадобиться в задачах видеосудейства, технологического телевидения или полноценной ТВ-съемки. Вот чаще всего полноценные ТВ-съемки – это некая такая вишенка на торте, которую мы временно оставим за скобками, вернемся не в конце повествования, но рассмотрим именно первые две части. И здесь, как несложно догадаться, есть различные нюансы. Вот первый момент. Нужно рассмотреть, какие камеры вам могут понадобиться в тех или иных проектах. То есть чаще всего, если мы говорим о видеосудействе, то это могут быть полукамеры. То есть это по факту боксики, в которых уже есть интегрированная оптика. Эти камеры не отличаются самым высококлассным качеством контента, но они закрывают определенную нишу. То есть они стоят именно в тех точках, где необходимо для, соответственно, вывода видеосигнала. Чаще всего достаточно камеры в разрешении Full HD 25-30 кадров. Обычно регламент примерно такой. И, соответственно, работа или с Live или с компрессией в H364. Следующий аспект – это PTZ-камеры. Они также могут входить как и в технологическое телевидение, так и в видеосудейство. Они могут располагаться на различных локациях. Для этих камер может понадобиться аудурные хаузинги, в зависимости от того, под какой вид спорта вы их используете. Если у вас, например, какие-то водные виды спорта, мы должны понимать, что у нас есть испарение хлорки, чистящих каких-то моментов, которые используются в воде. Следующий момент – это ледовая арена. Достаточно частый вопрос, стоит ли размещать камеру над ледовой ареной. Не стоит. Если у меня камера, например, вот как на слайде, находится под медиакубом, естественно, ее нужно каким-то образом защищать, потому что при таянии льда, как мы понимаем, его заливают, он тает, идет определенный конденсат, все это может выпадать на опуху. Поэтому если у нас камера находится за территорией, например, такого объекта, соответственно, там аудурный хаузинг не нужен. Ну и, естественно, студийные камеры здесь никуда не деться, это телевизионная классика, здесь ее несколько сложнее, здесь используются самые топовые камеры. И мы отдельно спрашиваем у заказчика, под какой вид спорта они затачиваются, или данный спортивный объект затачивается, потому что сейчас все чаще мы сталкиваемся с многофункциональными залами, которые, например, должны работать и под волейбол, и под баскетбол, и под какие-то еще виды спорта, и там везде свои нюансы. Поэтому я, в принципе, считаю, что подбор камеры и реализация для именно спортивных объектов, наверное, одна из самых сложных задач, с которой можно столкнуться с точки зрения корпоративного заказчика. Ну, при этом, ну, наверное, совершенно четко нужно вначале представлять ТЗ, да, сценарий использования, как говорится. Здесь есть какое-то деление? Ну, как в индустрии говорят, без ТЗ будет ХЗ. Вот поэтому, первое, если у вас есть ТЗ, нам уже очень повезло, нам есть с чем работать, значит, мы в одном аспекте с вами развиваемся. Вот. Есть специфика практически у каждого вида спорта. Здесь вот я взял за пример, например, два вида спорта, постарался визуализировать, это хоккей, и, например, есть регламенты, да, например, ВХЛ, КХЛ, там на 90 страниц убористого текста вы можете ознакомиться с определенными рекламентами, в которых конкретно прописано, где должны устанавливаться камеры, как они крепятся, какие ракурсы должны выводиться с тех или иных точек, сколько таких камер должно быть установлено. Поэтому перед тем, как мы, в принципе, вы, например, набрали нам, сами погружайтесь в этот вопрос, постарайтесь найти регламент, по-да, что вы затачиваете свой спортивный объект. Чаще всего люди понимают, что, например, если они строят в каком-то небольшом городе, то маловероятно, что они будут где-то в КХЛ, например, играть, в случае ледовая арена, соответственно, они могут посмотреть регламент ВХЛ, вдруг команда прорвется. Кто-то, наоборот, уже понимает, что команда вырвалась из своих маленьких штанишек и рвется в Евролигу, например. Там нам нужно уже смотреть регламенты, например, европейских коллег, соответственно, что нам может потребовать. В случае, например, с баскетболом обязательно может понадобиться высокоскоростные камеры, которые будут снимать, вот как здесь приведено, крепиться, соответственно, на баскетбольной площадке, чтобы у нас были определенные ракурсы для видеосудистов. В волейболе то же самое. Есть большое количество нюансов, поэтому однозначно стоит изучить всю специфику именно того вида спорта, подо что вы затачиваетесь. Никогда не нужно думать, что все спортивные объекты одинаковы. Чем вы лучше понимаете виды спорта, подо что вы работаете, или, соответственно, чем вы плотнее общаетесь с заказчиком, и чем он плотнее вам вставляет райдер, тем более конкретно мы сможем с вами общаться. И вот у всех чаще всего, что касается спорта, у нас какой самый популярный спорт? Футбол, по крайней мере, на территории Российской Федерации. Как мне кажется, это именно так. И многие наслышаны, что есть такая система ВАР, вот видеосудейство, много было хайпа, соответственно, с их введением, и там очень-очень много нюансов, которые сейчас не стоит нам, наверное, сильно погружаться. Но для мультимедийных коллег, наверное, которые здесь у нас в большей степени присутствуют, хочется сделать вот такую маленькую выдержку. Казалось бы, вроде всего лишь дисплей, который должен стоять на бровке, которым должен подойти человек, судья, и принять то верное решение. Соответственно, было нарушение, не было, а в сайте и так далее. Так вот, многие клубы в обязательном порядке заставляют делать определенные видеозаглушки, заставки, вывод синхронизировать контент вместе с судьей, который сидит на системе ВАР. Поэтому очень много нюансов в зависимости от того, какой вид спорта вы рассматриваете. И кажется, что, например, нам нужно всего лишь закрыть какую-то задачу видеосудиста. Кажется, какая-то комплектная слаботочка, которую мы сейчас закроем, вообще даже особо не напрягаясь. А нет, надо вникать именно в детали, читать, смотреть, какие системы под ВАР у нас на данный момент лицензированы. А это все четко регламентируется, например, стандартами FIFA, которые проводят, кстати говоря, тренинги даже в России, по крайней мере, до последнего времени проводили. Больше 20 технических специалистов собиралось с различных аренд, где, соответственно, происходит тренинг, где учат специалистов работать с такого рода системами. И без аккредитации данной уже на спортивный объект не выйти. И нам, соответственно, нужно иметь полностью решение, те продукты, которые нужно задействовать. Так что вот такая вот специфика, Александр. Да, я такое услышал слово. Мне, как человеку из звуковой, по большей части индустрии, она очень знакома, райдер. Но он здесь, получается, гораздо сложнее и более трудновыполнимый, более четкий, чем у самых требовательных и каких-то капризных, наверное, руководителей. Мне кажется, все в сравнении, потому что, когда я слушал компанию Aris, мне кажется, ужас, акустический расчет, что это такое. Но пока вспоминаем наши дебры и вполне. У меня по предыдущему слайду был вопрос, вот это может туда не обращаться, камера. Я, как зритель, все время переживаю за камеру, которая установлена в воротах. То есть, когда туда влетает шайба, вот этот кусок плотной резины на скорости больше 100 км в час, что это за камера, которая выживает в таких нечеловеческих условиях? Чаще всего это кастом. Есть несколько производителей, вот, к сожалению, компания Panasonic не делает такие камеры. Есть русский хендмейт, и производитель такого рода камер как раз здесь присутствует в чате. Если мы говорим о той камере, что присутствует на фотографии, это конкретно камера российского производителя компании Sloma TV, которая поставляет под ключ законченные решения. Понял. Прошу прощения за офф-топ. Нормально, нормально. Я думаю, что многим коллегам это интересно с точки зрения теории. За камеры, бояться, не стоит. Они выдерживают вполне шайбы. И даже если в камеру прилетит, там еще стоит переживать за тот белый бокс. Там находятся приемопередающие оборудование. Может быть, там даже с сохранностью сложнее. Да, потому что прилетает туда очень неслабо. Хорошо. Видеосудейство. Очень важный аспект. Какие еще аспекты? Технологическое телевидение. Я думаю, что, конечно, да, технологическое телевидение. Большой спектр может закрывать. Опять же, в зависимости от специфики того вида спорта, который вы планируете оснащать тем или иными камерами, чаще всего эти райдеры присутствуют. Обычно это некая телевизионная трансляция. То есть люди понимают, что они не выходят, например, для трансляции на матч ТВ или на первой кнопке. Но им нужно, например, иметь свое технологическое телевидение для разбора видеосудейства. То есть обычно чаще всего, например, сейчас какие-то ледовые арены, гимнастика, где тренеры хотят иметь запись в замедленном повторе, потом просматривать, где их ученики делают те или иные ошибки, чтобы максимально точно, соответственно, передать проблематику, которую тренер замечает. Следующий момент – это точки старта, точки финиша. Естественно, это также может быть полезно для точного хронометрирования и отслеживания процесса. Поэтому мы правильно выбираем вид спорта, и там уже выбираем тот или иной объект, который и как нам нужно оснастить. Например, у нас было три теста на московском ипподроме, где рассматривались камеры. Должна была быть камера одновременно широкоугольная и дальнобойная. Очень много нюансов происходит. Повторюсь, сейчас их ввиду того, что времени крайне мало, рассмотреть все сложно. Но, тем не менее, определенные наработки у нас есть, поэтому только общаться, общаться, общаться. Повторюсь, что именно в зависимости от вида спорта это крайне сложно рассмотреть что-то. И хотелось бы уже, наверное, перейти немножко к такому топовому некому сегменту, такой вишенки на торте, про которые многие часто визуализируют, которые видят это как некий вау-эффект, но не очень понимают, что это такое. Это слоу-мошен камера. Что здесь может быть такого? Сейчас все телефоны снимают. Телефоны снимают, да, но, мягче говоря, разница очень заметна от того, как снимают телефоны и то, как мы видим на спортивной площадке. Во-первых, стоит отметить, что слоу-моушен камера – это, наверное, самое дорогое, что может оказаться с точки зрения видеосъемки на арене. Вот слоу-моушен камера бывает разных стандартов, и здесь тоже нужно понимать, потому что есть сейчас базовые камеры, которые могут, например, снимать 100 кадров в секунду, и вы, допустим, заложили на объект именно такие камеры. Сейчас часто по райдеру к нам обращаются даже уже люди, которые давно работают в индустрии, что райдеры изменяются, нужно уже не одну слоу-моушен камеру, а, например, три, чтобы размещались на объекте и докупаются именно слоу-моушен камеры. Раньше это была, то есть самая дорогая камера, обычно она стоила как раз в три раза дороже, чем обычная студийная камера. Вот, плюс они еще компактные, например, для того же волейбола, баскетбола, или камеры, которые должны крепиться на компактных кранах, там это, так называемые, пол-камеры высокоскоростные, например, Pico от компании Antilope, и есть еще другие представители на рынке. Но, тем не менее, есть базовые камеры, которые мы отталкиваем. Здесь нужно понимать, что есть райдер, который в 90% случаев вы должны придерживаться, что камера должна снимать в трех фазах, соответственно, 75p или 150i-формат. Поэтому, прежде чем вы выбираете камеру на свой объект, вы должны убедиться, работает ли она в том формате, который у вас заложен или прописан в техническом задании под тот вид спорта, который вы будете использовать. Потому что, например, под какие-то виды спорта сейчас нужно еще более высокоскоростную съемку или клиент хочет получить более высокоскоростную съемку. А мы, например, уже заточились там по драйверу FIFA, где вот написано, что три фазы. Поэтому мы здесь плотнее выбираем. Но на самом деле мы здесь должны выбрать даже не столько, сколько камеру, как бы не прискорбно было сказать, а сервер замедленных повторов. Потому что в итоге видеосигнал у нас формируется специальными людьми, повторщиками, которые по команде режиссера выводят нам те или иные повторы. С камеры чаще всего, что такое три фазы, это три линии, например, HD-SDI, которые в один момент времени нам одномоментно на сервер передают 150i-сигнал. То есть это три раза по полутора-гигабитному SDI, если мне нужно в прогрессиве, соответственно, я работаю в стрижи. В чем здесь большой плюс? То, что у нас каждый кадр, он живой, он ключевой, то есть качество замедленного повтора максимальное. Если мы понимаем, что мы затачиваем с ним под какой-то топ-сегмент, если мы понимаем, что мне в принципе нужны повторы для какого-то базового уровня, то можно рассмотреть сервера замедленного повтора российских производительных, например, SoftLab NSK, которые сами досчитывают кадры с обычной камеры. То есть обычно таким путем мы можем пойти и закрыть 50% задач. То есть если мы не затачиваемся под топовые виды спорта, под телевизионные райдеры и так далее, здесь мы можем пойти следующим путем, использовать обычные комкордеры, даже не обязательно это может быть студийная камера, забираем из-за данных сигнал и тем самым его полноценно обрабатываем в сети. То есть в принципе если бюджет такой средний, то можно обойтись. Есть решение, которое позволит не остаться без вот этого красивого в спорте, крайне эффектного и важного. Все верно. То есть какой-то базовый вариант. Например, сейчас очень много задач именно под видеостудия есть, например, какие-то как раз бойцовые моменты, где подготавливают бойцов. То есть там, например, нужно по правилам самбо снимать из двух точек, вот в обязательном порядке, если у нас таких татами несколько, нам, соответственно, или там ковров в зависимости от вида спорта, нам нужно на каждой татами поставить по два, соответственно, четыре или шесть камер в зависимости от райдера под видеосудейство как минимум. Дальше мы уже с этой картинкой что-то можем делать, дополнительно нарезать, выводить на медиакубы, готовить какую-либо визуализацию впоследствии, ну или делать прямые трансляции, как сейчас это модно, в социальные сети. Вот, но еще, если позвольте, буквально, Александр, хотелось бы вернуться именно к спортивным объектам, потому что не у всех, скажем так, интеграторов, не у всех пользователей всегда стоит задача оснаститься оборудованием телевизионного. То есть нужно понимать, что он достаточно дорогой, и мы обычно как спрашиваем, если к нам попадает, скажем так, такой запрос серьезной арены, есть ли в этом городе передвижная телевизионная станция ПТСК, и планируется ли ее приезд и использование на крупных соревнованиях, например. Если нам клиент говорит, что да, такая задача нужна, то мы спрашиваем следующий вопрос, а какая ПТСК будет использоваться, насколько камер, будет ли подключение, будут ли линии заложены, то есть слаботочка, которая необходима именно для подключения ПТСК. Потому что многие считают, что приезжают и приедут телевизионщики, сами все размотают. Обычно у телевизионщиков гибридные оптики, которые сейчас чаще всего используют для подключения именно камер и самой машины, самих базовых станций, максимум 200 метров. То есть поэтому по-хорошему у нас должен быть wallbox, у нас должны быть лючки, у нас должны быть закладные под все интерфейсы, которые нам могут понадобиться. Например, если мы затачиваемся под ПТСК, то это должен быть или триакс, или гибридный оптик, или многомод, одномод оптический. И если мы работаем с ТЖК-камерами, то это и с DI. Соответственно, сигналы у нас должны быть продублированы, они должны выходить не только, например, куда-то на затворке для ПТСК, но еще также в технические станции, в техническое помещение, которое может формировать, например, свою вторую независимую программу под видеоэкраны. Поэтому чем больше нюансов мы знаем про то, как планируется использовать объект, с точки зрения визуальной инопланции, тем более предметно мы можем общаться с нашим заказчиком и предлагать ему решение. Да, то есть вот из всего вышесказанного я для себя сделал такие выводы. То есть это фактически вещь очень близкая к телевидению, но есть два четких раздела. Технологическое, служебное телевидение. Это одна история, она оснащается как право стационарная, и это все заходит в проект. Если мы говорим о телевидении вещательном, то это уже отдельно совершенно другая история, другие стандарты, другие райдеры, другие требования федерации и прочее, прочее, прочее. То есть здесь нужно, наверное, в рамках оснащения стационарного объекта все-таки больше рассматривать технологическое телевидение, чтобы оно было качественно выполнено, и возможности работы с ПТС, которые будут применяться периодически на... Практически так. Единственный момент, несмотря на то, что я, наверное, мало говорил, но все-таки не забываем про видеосудейство, потому что именно эта задача, это в 100%... Я просто его отнес... Да, иногда они пересекаются, мы можем одновременно закрыть, например, покупкой более дорогих камер и ту и другую задачу одномоментно. Кто-то эти вещи разносит. У нас здесь в чате идет активное обсуждение темы доступности оборудования. Кто-то волнуется, что есть проекты, туда что-то не попадет. Я понимаю, что сейчас можно обсуждать, открыть далеко не все эти аспекты. Коллеги, в первую очередь, у нас в чате всегда есть еще кто-то из представителей компании, кто вживую отвечает на эти вопросы. И вот я вижу адрес электронной почты, куда можно обратиться. Да, Александр, все правильно? Да, все верно, все верно. Вот наш прекрасный имейл общий нашего отдела, ProAV, соответственно, который я представляю, Rupa на Sony.com, поэтому обращайтесь, давайте пообщаемся. Вот могу сказать, что не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Да, тем более, я вообще соглашусь со следующим оратором, Денис Маслов, который утверждает, что сейчас, наоборот, время возможностей. Абсолютно, абсолютно согласен. Для многих, действительно, время возможностей. Точно не время унывать. Вот, еще вопрос поступил, а разве ВАР еще не у всех? Не знаю, насколько это вопрос широкого обсуждения. Еще не у всех. Учитывая, сколько... Ну, трудно сказать. Да, здесь несложно ответить, но я могу сказать, что ВАР у многих есть, плюс еще новая арена готовится, какие-то реконструируются, тем более, эта тема становится все более актуальна, вот, поэтому я думаю, что ВАР еще не у всех. Именно на том уровне, да, который необходим, например, по уровню FIFA. Я уж там не знаю, когда наши футбольные клубы туда в очередной раз, вернее, снова прорвутся. Я хочу верить, что это случится в ближайшем будущем, но, тем не менее... Может быть, свою, сейчас, как раньше были, были русские игры в доброй воле, и сейчас... Я только за, я только за. Так или иначе, качество картинки все равно оно будет примерно искомое, а определенного качества достаточно похоже. Я могу, единственное, что сказать, с телевизионной точки зрения, не с точки зрения ВАРа, могу сказать, что сейчас, например, коллеги с Match TV активно успели переоснастить свои ПТС для соответствия самым топовым райдерам, да, которые есть в мире, в принципе. То есть это полноценные 4К-камеры, которые выдают 4К-слов-моушен-повторы, а не HD-овые, например. То, что раньше были поблажки, сейчас они все уходят и уходят, поэтому могу сказать, что Россия, в принципе, с точки зрения топового телевизионного уровня готова с этим работать. Естественно, система ВАР топового уровня, слава богу, например, коллеги со Слома ТВ вошли в райдер FIFA и могут предлагать полный спектр решений, что не может не радовать. Здесь, мне кажется, наиболее интересный момент. Понятно, что в больших мероприятиях все эти технические райдеры, это все формируют большие федерации, но мне больше интересно, что сейчас площадки со средними бюджетами, клубные промоушены, они очень здорово подтягиваются по качеству и зарабатывают деньги на трансляциях в интернете, промоушены даже, где звезды держатся со звездами, и это все равно все снимается, и там качество тоже растет. То есть сейчас можно уже... Если люди смотрят, значит, есть рекламные бюджеты, значит, есть деньги, можно считать их, соответственно, повышать качество картинки, приманивая зрителей. Потому что не стоит забывать, вот у меня, например, здесь на слайде присутствует раздел линзы, и это, наверное, одна из самых дорогих частей, которая подразумевает именно телевизионный... Линзы или объективы? Ну, объективы, то есть... Объективы, да. Да, линзы. Вот, соответственно, здесь есть так называемые слоны, это объективы высокой кратности, там, свыше 48 крат, то есть когда это уже большие, такие серьезные объективы, которые надо из белки в глаз бить, синхронизироваться, относительно биение сердца, например, даже оператора, чтобы не было дрожания. То есть такого рода объективы они стоят очень дорого, требуют специальных штатив, и они отдельно даже прописываются в райдере к ПТС. Поэтому на это тоже стоит обращать внимание, если вы планируете оснащать такого рода оборудование. Ну, хорошо. Коллеги, прошу, если еще остались вопросы или придут еще вопросы, задавайте их в чат. Коллеги опубликовали здесь e-mail, по которому можно связаться и задать вопросы относительно поставки доступности оборудования. Ну что, я благодарю Александра, как всегда, очень познавательно. Спасибо, Надеюсь, было реально интересно. До новых встреч. Спасибо огромное.